Добрый день, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Я продолжаю обзор Блошиного рынка, проходившего в эти выходные во дворе Музея Москвы. Музей Москвы расположен на Садовом кольце по адресу Зубовский бульвар, дом 2, как раз напротив метро Парк Культуры. Блошиный рынок проходит, как правило, один раз в месяц, и следующий будет проходить 1-2 октября. Здесь же, но уже будет проходить в здании музея. Сегодня, как вы видите, очень много и продавцов, и покупателей. Ну, пожалуй, это самый большой из Блошиных рынков, расположенных в центре Москвы. Ну, и, конечно, самые дорогие из представленных здесь вещей расположены на столиках. Это, как правило, антиквариат. И более дешевые прямо расположились на асфальте. И все же этот рынок всегда считался одним из самых дешевых, расположенных в центре. Ну, сами подумайте. Сегодня я купила металлическое трио, чайник, сахарницу и молочник всего за 500 рублей и в идеальном состоянии. А рисунок какой-то классический, старинный, мне кажется, да, как вот на гобеленах раньше. Ну, что-то такое, ну, видно, что он недорогой. Да, честно. Он, поэтому они в районе 12-16 стоят. А, это настоящий шелк еще. У нас оптовики, теперь Евросоюз к нам едут. А, а. На то и в этом месяце приезжали из этого из Германии оптовики через 3-е стране. А ну, а еще так подожите, вот это. Нет, ну, а потому что цвет зеленый очень выдержанный. Да, и он никогда не полиняет вообще просто. Нет, нет, вот это шикарно. Вот это вот, а сколько у нас было, вы не представляете. Просто вообще, это такие вещи у нас шикарные. Так они в малом количестве, в районе 10 штук сделаны. Там шарфы есть и квадраты. Вот это вот одна штука вообще. Я возьму их. Девушки, тогда скажите, у нас оптовики на Арбат-51 приезжают. Арбат-51. Да, вот эти вот, например, вещи, если мы их по две продаем, поверьте. Тогда мы скажем, Арбат-51. Арбат-51, они в районе 6-7 тысяч, поверьте, даже за петь. У нас две, они, видите, вот такие большие. Действительно. Да, но они, когда греют, они печка зимой, просто нагревательный прибор. Да, я думала, только для лета. Вот чуть-чуть, немножко замерзла рука, тут же идет нагревание. Чувствуете? Да, да. И они не линяют. И вот у меня люди говорили, мы говорим, что это корло. Все равно зеленые вообще. Мы родим себе. Да. Он потрясающий. Вот, и когда это самое горло заболевает, там одна, шесть детей, я говорю, детей лечу вот это, я думаю, бред какой-то. Но самой заболела, не люблю таблетки, у меня вообще аптечки нет. Я думаю, дай, как вот она говорит, повязал точно, пять минут болело сильно, меньше, меньше, через пять минут, что шерсть, то шок, все. Через пять минут у меня уже все прошло, удивительно. Это крепдышин. Одна пришла, говорит, тоже ручная работа, там холодный способ, а не всего полторы тысячи, вручную подшивается иголка, тоже полностью, его видно на ощупь даже. Значит, вы на Арбате. А вы на Арбате все время, да? Да, с 12 до 9 мы работаем, это без выходных. Гостиница Пекин и на Арбате 36, корпус 2, пожалуйста, приходите, мы будем вас очень ждать. А вы называетесь вы внутри ретро? Внутри ретро. Почти как радио ретро? Да. Хорошо, а я тебе покажу. Звучит, пожалуйста. Ну, вещи у вас, конечно, от самых таких модных, винтажа до прям антиквариат. А если зайдете в Пекин, в Пекин зайдете, почувствуете себя царицей. Имейте в виду. Как соблазнительно. Соблазнительно. А то я там что делаю, как вы думаете, чувствую себя царицей. Да. Метал, да, вот эта вот красивая. С ручкой выключенной. Знаете, можно? Поднимем, посмотрим. А это, а это красота. Нет, нет, нет. Какое, царское что-то. Да, царское. Ну, это металл сверху. А сам он в ней, о, вот здесь. Я нашла тут что-то, смотрите, 35 тысяч рублей. Бисквитница. Англия. Англия. Ну, вот я чувствую, что что-то вообще потрясающее такое. Вы чувствуете, все правильно чувствуете. Да, вот что у нас в Пекине продают. И на Арбате. И на Арбате. Посмотрите, это же ручная роспись. Да, посмотрите. Вот такой, а ручки такие, да, металл. А мне еще нравится этот графинчик с фужерами. Какое именно? Вот зеленый. Зеленый, зеленый. А, вот, все поняла. Тоже роспись ручная. Да. И на зеленом фоне это просто вообще какое-то сказочное что-то, да? Просто сказочное. А там и роспись такая, она же не в один, она такая получается как-то. О, 45. Ну, да. Ну, губа не дура. Графин. Это царские вещи у вас. Понятно. Ну, в общем, кто действительно хочет почувствовать себя царицей. Царицей или царем. Или царем. Заходите. Заходите. Будем рады видеть. Да, я... А сколько вот таких... Смотрите, это 3000 рублей. Здесь это подстаканик мельхиор из СССР. Серебро бывает здесь. 20 века. Так, это... Ну... Давайте уточню. Ну, не, не обязательно. А вот это, мне кажется, серебро. Это точно, да. Здесь даже написано. Зря они ушли. Да, зря они ушли. Ну... Мне кажется, даже лучше, чем порой какое-то серебро. Очень богатая вещь такая. Вот здесь вот... Это подстаканик посеребрении. Варшава. Начало 20 века. Металл серебро. Тоже интересный. Ну, он и подороже, потому что тут и посеребрение, да. Типа кухка. Возможно, да. Возможно, это подешевле, но... Ну, а... А какая... Какой рисунок вообще? Да. Ну, рисунки здесь... Ну, и стоит, на самом деле, цена смешная. Здесь 2500. Здесь 2000. С фруктами, с грошей. Вообще-то, это не как в Пекине рыбак... Да, да, да. С вами, да, да. С Татьяной, там, они снимали видео. Дружат. Все правильно, все правильно. Потому что я его тоже поглядываю. Правильно, сказала, рыбников. На рыбников, да. Хороший парень. Я его тоже видела. Сегодня его здесь нету? Не знаю, не могу точно сказать. Он вообще любит бегать. Ну, зашел бы к вам. Может быть, сбежит. Да. Вас-то можно снять, не снимать, конечно. Для баксов. Так что, видите, какие красивые... Вы теперь не продавшие? Менеджеры, а диджей. Я музыкант. А-а-а. Музыканты тоже занимаются антиклариатом. Ну, естественно, да. Рубников тоже, простите, кто модельер? Ну вот, надо же, как говорится, заряжаться на творчество. На творчестве, на красоте. На красоте, конечно. Согласна. Согласна. Вдохновляет красота. Да. И еще, так скажу, разные отрезки времени, потому что все-таки эти вещи несут энергетику сумасшедшую. Я согласна с вами. И когда сидишь, тебя... Силуэн старый, старый, еще 70-х годов. Это новая. Это споляризация для... В моих любимых тонах, да? Это кружка, арбасочка. Посмотрите. Ой, какая прелесть. Ой, а сервиз, как он на мой похож. Боже мой. Вот мой сет, составленный из предметов сервиза Пион Дулева. И перед вами моя сервировка на даче. Я собирала его по крупицам. И обратите внимание на форму чашек и чайника. А рисунок-то все тот же. Мне, кстати, мой больше нравится. Сетет, родное. Изо всяких яйких. Вот, пожалуйста. Даже написано до Лёва. Да. Смотри, как красиво. Блюда красиво. Да-да. А сколько стоит? 850. Широкое золото, не тоненькое. Широкое золото, да. Так он классно. Нет. Ну да, но это же сервиз столовой. Он не будет, как вот, да? Костяные чашки. Ну да-да-да. Ой, а это еще больше блюда. Смотри. Спасибо, удачи вам. Да-да, вот это вот еще снимите. Ой, очень красивая. Вот зиковская, представляете, ручная роспись. Зик я тоже обожаю просто. Ну посмотрите как. Обычно у них, ну, немножко более грубая, да? А вот тут такая роспись. Да. Нет, это она просто. Я вот привыкла, у них зеленых очень много. Да-да-да. Синих таких. А вот розовые, да? А вот розовые, да, но редко бывают. А сколько такое блюдо? 500 рублей. Да-да. Ручная роспись, все расписано. Спасибо. Пожалуйста. Приходите. 8-916-602-74-34. Татьяна. Все, спасибо. Так что, если что, друзья, можете звонить. Татьяна Козы. Да. Вот Сергей точно знает меня. Я молоко вожу, поэтому... А у вас это откуда? С разных мест? Это Америка. Америка? Да. Американские украшения. У вас там? Это советские. Я тоже что-то смотрю, когда. Советские все раз смотрю, что. Да-да-да. То есть у вас все. У меня даже такие серьги были в юности. А вот это, да, это уже класс. Какой класс. Нет, ну вот эти тоже. Это наши. Но они очень, посмотрите, какие тонкие вот эти вот переходы. Раньше мы все рассматривали, любовались. А сейчас крупные мазки. Посмотрите, какая красота. Вот такой вот. Вы видели? Такой вот. Я такой вот не встречала. Это уже более крупный брошь. И думаю, что это как раз Америка может быть. Все, что мы любим. А вот эта точка Словакия, я так понимаю. Интересно. Да. Нестандартная. Да. Нестандартная. Давайте, с вами говорим. Он не характерный. А сколько вот эта вот брошька стоит? Абсолютно. С голубым камнем. Она 4,500. 4,500. Смотри, какая шляпка. Да? Ой, вам очень идет. Да, я знаю. Ну, я почему-то это крест там нашу, поэтому... Сушка не красивая. Сушка не красивая. Понятно. Да. Замечательно. Это оригиналка, да? Понятно. Точно такой же восточный кувшин, только миниатюрный. Я купила на блошином рынке в Александрове. Но я думаю, вы все еще помните. Какая красота. Две сестры, да? Это че? Да, на пластике Япония. Япония. На черном фоне. Ее видно? Очень красиво. А вот это вот, это вазочки такие, да? Одна вазочка, а вторая, я не знаю, микродин. Ну, тоже, наверное, вазочка. Ну, их коллекционируют. Вот эти сапожки, босиночки. И некоторые собирают целую камеру, но они помещают, что в разной формате. Вот это мне очень нравится. Я вас когда-то купила кулончик такой? Да, а я спрашиваю, какая наша пудриница, наверное, в 50-е годы. Вот такой сюжет, зимняя дорога, избушка. Да. И сколько такая прелесть? Еще ввести. Мне недорого. Смотри. Помнишь эти штуки? Да. Да, глаз. А эта коробка чья? Наша, советская. Это наша. Это все наша. И коробка наша. А коробка зиковская. Зиковская? Да вы что? Промаркированный, он же уже не существует, этот завод. Да, это мой любимый завод. Да, да. Ой. Это даже целая стадо. Это молочник, это 2-3. А-а-а, еще вот это же. Бочок. 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 Класс. Класс. То есть там максимально возможны сладости серебрячей. Какую цену зоотница? У меня есть пакут. А-а-а. Так как они сделаны, если не сладости серебрячей. Они посеребренные. Это кольчугинский завод. А-а-а. А нижний стальной? А нижний стальной, да. Спасибо. А-а-а. 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 А-а. 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 А-а-а. 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 А-а. 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 Субтитры создавал DimaTorzok